Всем привет! Меня зовут Марина Перескокова. Сегодня я буду рассказывать про то, как мы рендерим векторные карты в браузере в Яндексе. Про сервис, я думаю, большинство из вас знали, хоть раз открывали Яндекс.Карты. И в конце 2018 мы, наконец, запустили векторную карту в Chromium. И теперь можно заметить, что у нас, видите, когда мы двигаем карту, здание объемное, можно рассмотреть его немножко с разных сторон. О чем я… Давайте я расскажу, о чем я не буду сегодня рассказывать. Я не буду рассказывать про WebGL в целом. И я постараюсь не говорить ни про какие вообще известные практики, потому что, ну, правда, про это лучше расскажут, чем я, специалисты в этой области. А я расскажу про то, на что мы напоролись сами, когда делали векторные карты, про какие-то нюансы, именно связанные с картами. Сначала поговорим вообще про путь картографических данных. Какой путь проходят данные от момента сбора данных до того, как они попадают в браузер. Мы собираем данные из множества источников. Это народная карта, это кропотливый труд картографов, это какие-то закупленные со стороны данные. Все эти данные собираются, конвертируются в единый формат, формат emavs.df. А потом они предобрабатываются на сервере, и мы генерируем растровые тайлы и генерируем векторные тайлы. Предобработка данных на сервере. Там очень много интересных задач. Я кратко расскажу примерно, что там происходит. Ну, прежде всего, происходит разбиение по тайлам и по зумам, понятно. Думаю, что картографическая конференция всем должна быть понятно, о чем речь. Симплификация происходит, это упрощение геометрии. Понятно, что Исландия на третьем зуме — это мало точек, и к Исландии на восьмом зуме — это уже побольше точек. Также мы производим генерализацию. Это когда, ну, например, на карте нанесено, ну, в реальности есть много железнодорожных путей, но на схеме нет смысла показывать все эти пути, а достаточно показать одну нитку. Это называется генерализация, а вот это тоже делается на сервере. И на сервере происходит расстановка подписей и расчет коллизий между подписями. Вот здесь на слайде я специально выключила расчет коллизий. На сервере здесь видно, как бы выглядела карта, если бы мы не прореживали подписи. То есть здесь подписано все, что мы хотели подписать, и это выглядит довольно грязно. То есть так людям показывать нельзя же вам. В общем, на клиент данные приходят уже хорошо обработанными, нам уже ничего делать не надо. Бери в браузере, дорисуй. Вот. Но на самом деле немножко поработать еще приходится. Нам приходится загружать данные, нам приходится парсить протобав, генерировать геометрии, нам приходится генерировать геометрии для рендеринга и в конце концов рендерить все это на WebGL. Глобально задачи можно разделить на две части. Это задачи, которые мы выполняем на CPU, и задачи, которые выполняем на видеокарте. Поговорим сначала про задачи, которые мы выполняем на CPU. Прежде всего это работа с веб-воркером. Зачем нам нужен веб-воркер? Парсинг тайла и генерация геометрии — это очень тяжелые затратные операции. Почему? Нам на клиент приходит на самом деле, скажем так, скелет фигуры, и дальше приходят еще стили, которым эту фигуру надо отрендерить. В частности, например, у полилиний бывают разные типы скруглений. Но с точки зрения WebGL весь мир — это набор маленьких треугольников. Поэтому если мы хотим нарисовать скругления, нам нужно сгенерировать много-много маленьких треугольников, чтобы это выглядело как полукруг. Вот это, соответственно, довольно тяжелая операция. Она ест время. И для таких операций мы используем веб-воркер. Что такое вообще веб-воркер? Это такая штука, которая запускается изолированно от мейн-треда, и там переколбашивает данные и не занимает мейн-трейд. И с мейн-трейдом общается посредством отправки сообщений. Сколько нужно веб-воркеров для счастья? Как вы считаете? Один, два, три? Ну вот мы считаем, что один. Почему, во-первых, не у всех пользователей есть такие компьютеры, у которых там много ядер, и эти веб-воркеры все будут работать изолированно. А во-вторых, передача данными между двумя воркерами и между мейн-тредом — это дополнительные накладные расходы. То есть на самом деле все картографические сервисы, такие популярные, они используют один веб-воркер, и мы в том числе. Какие там нюансы при работе? Веб-воркер живет своей жизнью, изолированно от мейн-треда, и там, соответственно, есть проблемы с жарингом ресурсов. И надо очень аккуратно настраивать обмен сообщений между воркером и мейн-тредом. То есть первое, на что мы наступили, это мы грабли, по которым мы прошлись, мы просто бездумно отправляли кучу сообщений из воркера в мейн-тред, и, в общем, словили кучу лагов. В чем там беда? Ну, во-первых, такой нюанс, он довольно очевидный, он там понятен с документацией по веб-воркеру, это то, что данные при передаче, они либо полностью копируются, либо мы объявляем данные как тренсферабл, и они тогда уходят безвозвратно. То есть, ну, если они были в воркере, мы их передали в мейн-тред, в воркере они больше недоступны. Пример объявления тренсферабл переменной на экране, и, в общем, довольно важно следить вот за этими вещами, потому что у нас был баг, у нас слетели эти тренсферабл переменные, и прям сразу было видно, что отправка сообщения начала сжирать время. То есть, ну, правда, это важно, и вот надо за этим следить. Второй нюанс — это про то, что надо настраивать аккуратно обмен сообщениями между мейн-тредом и воркером. Мы сначала взяли за правило, что как только мы что-то хотим сообщить веб-воркеру, мы сразу же делали пост сообщения, мы, в общем, увидели, что воркер простаивает. Хотя работы, казалось бы, много, карта не о трендере, на воркер ничего не делает. В чем как бы соль проблема? Она в том, что браузер довольно непредсказуемо откладывает отправку сообщений в воркер. То есть браузер сам решает, пора или не пора отправить сообщение. Соответственно, если вы разбиваете ваши таски на много-много маленьких сообщений, то вы рискуете просто получать бесконечно вот эти лаги, которые от вас не очень зависят. Поэтому неплохая практика — это группировать ваши сообщения в какие-то разумные объемы и отправлять воркер пачками. Теперь плавно переходим к разбиению тяжелых операций. В общем, зачем бить операции на части? Нельзя завешивать мейн-тред длинными операциями. Это, думаю, всем понятно. Если вы завешиваете мейн-тред, у вас блокируется пользовательский ввод. Все неотзывчивое, все зависает. С веб-воркером там чуть тоньше нюанс. Сказалось бы, веб-воркер как раз такая штука, которая не боится зависаний. Но тут важно его не завешивать тоже большими операциями, потому что когда человек… Ну, то есть когда мы загрузили воркер какой-то работой, вот он выполняет, готовит какие-то тайлы. Но если человек меняет область картографирования, то есть он подвигал карту, и уже видна другая область, нам надо успеть сообщить, что чувак, отмена, типа хватит, не делайте так, это больше не надо. Если веб-воркер постоянно чем-то занят, он просто не продохнет и не поймает сообщение отмены. То есть на самом деле внутри воркера тоже нужно следить за тем, чтобы операции были разбиты на части, и чтобы он мог поймать какие-то новые сообщения и вообще понимать, что происходит. И там есть небольшой нюанс по разбору очереди, опять же связанный с тем, что веб-воркер – это такая штука, которую мы не очень контролируем. И вот мы тут ковыряли недавно код, мы убрали всю работу из веб-воркера, убрали мейн-трейд, то есть никто ничем не занят. Но если вы будете вызывать сайт нулевой там тайм-аут, сайт тайм-аут 0, он иногда выполняется почему-то через 50-60 миллисекунд. То есть просто потому, что браузер так решил. Соответственно, тоже надо аккуратно работать, надо не переборщить с тайм-аутами. Мы, например, группируем таски так, чтобы они выполнялись не дольше 50 миллисекунд. В течение 50 миллисекунд разбираем все, что есть, а дальше заводим новый тайм-аут, чтобы разобрать следующие чанки. Еще на CPU мы сейчас экспериментировали с WebAssembly. Что это такое? В общем, это технология, которая позволяет в браузере запускать очень низкоуровневый код, который, как обещают, работает быстрее, чем JavaScript. Можно писать на разных… Можно на разных языках писать сначала. Мы писали на плюсах. Можно писать еще, по-моему, на Rust, еще на Go. Дальше специальными компиляторами это все компилируется в вас в модуль. Он заливается в браузер. И там через специальную опишку общается, собственно, с кодом JavaScript. Можно выполнять различные операции. Чем хороша технология? Заявлено, что код очень быстро стартует, потому что код очень низкоуровневый, его не надо оптимизировать. Он сразу появляется, и вот он классный. И код выполняется в 2-3 раза быстрее, чем аналогичный код в JavaScript. Но тут есть нюанс, что быстро стартует оно, если оно уже загружено в браузер и лежит в кэше. То есть если вам надо загрузить в вас модуль, он получается довольно объемный. К этому надо быть готовыми, и он какое-то время инициализируется. У нас инициализация заняла порядка 150 миллисекунд, хотя мы переписали не все, что хотели, скажем так. Чем плохая технология? Очень высокий входной порог, потому что мы тут пишем на JavaScript, а тут плюсы. Невозможно это отлаживать в браузере, то есть там скачиваешь дамп данных в IDE-шке, отлаживаешь и надеешься на лучшее в продакшене. Нет доступа до API-браузера, то есть там умельцы написали кучу библиотек для работы с API-браузером, но на самом деле типа это изолированная штука, там ничего сделать особо нельзя. Ну и файл с кодом получается, правда, довольно объемный. В каком состоянии это у нас сейчас на проекте? Мы провели эксперимент, запустили в прод, чтобы посмотреть у реальных людей на больших количествах, какой профит получим. Мы получили профит в 2-3 раза, как и хотели. И сейчас, в общем, мы крепко думаем о том, внедрять или не внедрять эту технологию, потому что она, правда, дорогая в эксплуатации и не очень удобная. Но мы, наверное, склоняемся к тому, что когда-нибудь все-таки мы перепишем на вас наш воркер, вот, и будет быстрее. Теперь поговорим про работу на видеокарте. Первое, что мы делаем на GPU, это, ну, помимо рендеринга, собственно, карты очевидная, это разрешаем коллизии подписей. Как это выглядит у нас на сервере? Предрасчитывается, как должны стоять подписи. Но на промежуточных зумах этого расчета нет. И, соответственно, нам нужно в динамике понимать, если подписи наложились друг на друга, надо какую-то подпись скрыть. Вот расчет вот этих вот наложений мы как раз делаем на видеокарте. Я не буду рассказывать очень подробно, как мы это делаем. Общий принцип такой. У нас есть текстура невидимая. Мы рендерим в нее подписи, которые должны быть показаны, в правильном порядке, то есть в том порядке, в котором они вот должны быть на карте нанесены. И рендерим те же самые подписи в обратном порядке. И потом, когда мы сравниваем две эти текстуры, мы, соответственно, по разнице текстур можем понять, где произошло пересечение подписей, какие подписи сейчас надо скрыть. Вот. И плюс еще там, ну, есть еще итерация, про которую я не буду рассказывать. Мы еще это анимируем. То есть делаем скрытие и появление тоже с анимацией. Все тоже предрассчитывается на текстурах. Плюсы и минусы такого подхода. Это очень быстро по сравнению с аналогичными решениями на CPU. А минусы. Решение работает только если подписи предварительно прорежены. И иногда ему не хватает точности. Если подписи находятся рядом, оно сбоит, и некоторые подписи, ну, не скрываются, хотя должны были. Но нам типа нравится, потому что это очень быстро, и уходить от этого решения мы пока не планируем. Также на GPU мы выполняем расчет интерактивности. Когда у нас есть векторная карта, некоторые объекты на ней, можно делать ховер, можно делать клик, можно делать их кликабельными. И вот этот расчет интерактивности делается тоже с помощью текстур, с помощью технологии color picking. В чем суть? Мы берем объекты, которые должны быть интерактивными, и рендерим их просто с уникальными цветами. Соответственно, потом просто, когда человек наводит, ну, курсор на какой-то пиксель, мы берем цвет этого пикселя из текстуры и смотрим, к какому цвету относится, ну, какой там объект этого цвета. Вот. И сразу понимаем, какой объект там наверху. Тут есть нюанс просто, что этой операции надо не помешать рендерингу основной карты. Вот здесь вот видео, я показываю, в какой момент мы рендерим вот эти текстуры интерактивности. То есть можно заметить, что мы не рендерим текстуры в моменты драга и зума, а рендерим их только, когда человек уже остановился, поводил мышкой, и тогда вот мы рассчитываем ему интерактивность. Теперь поговорим про то, как мы создаем ощущение скорости у пользователей. То есть мы очень стараемся, чтобы код работал, правда, быстро, но есть еще некоторые трюки, которые помогают сделать карту, ну, как бы быстрее. Первая штука — это мы рендерим поясы стайлов. То есть когда у нас отрендерился основной вьюпорт, мы еще рендерим карту с запасом. Соответственно, если вы драгаете карту, то у вас ощущение, что карта бесконечна. То есть вы никогда не попадете на серую область, это довольно хорошо работает. Еще один трюк, который мы используем, мы фон карты непрогруженный, стараемся красить в основной цвет подложки. То есть не делаем какой-то контрастный фон, потому что это людей бесит, а типа вот покрасим вот в такой бежевый цвет, как у нас выглядит в основном карта. Тоже это выглядит прикольно, то есть такое дешевое улучшение, но пользователям сильно от этого комфортнее и хорошо. У нас огромные планы еще по таким трюкам. В частности, мы хотим сделать программный кэш для тайлов. Это уже есть у Google Maps. Это когда область, которую вы уже посмотрели, она где-то сохраняется локально, и потом, когда вы к ней возвращаетесь, ее не надо заново выкачивать по сети. Есть возможность у нас сейчас подгружать данные сразу для нескольких зумов. Почему это может быть круто? Потому что геометрия, например, дороги не меняется условно от 16 до 18 зума. Соответственно, ее можно загрузить один раз и потом не перезагружать на последующих зумах. Тут у нас сейчас так прям работает наш мобильный рендеринг, но с этим есть проблема, что приходится загружать немножко больше данных, чем человеку нужно, и на вебе это сложно, потому что у нас нет стабильного кэша, скажем так. И можно рендерить на заднем плане карту обзорных масштабов. Так делает, например, дубль ГИС, и наш мобильный рендеринг тоже так делает. То есть в чем идея? У вас, например, есть суперподробная карта Москвы, но когда вы отзумливаетесь, вы видите не пустое поле, а какую-то типа не очень подробную карту. И это тоже выглядит лучше, чем просто голое поле. И тоже довольно прикольно. В эту сторону тоже посмотрим. Еще есть некоторые вектороспецифичные вещи при показе карты по сравнению с растровой картой. Прежде всего, вообще после релиза мы получили довольно много положительных отзывов, причем как внутри компании, так и снаружи. Там прям в саппорт люди писали, типа спасибо, наконец-то я дождался. Вот, было классно. Но векторные карты действительно позволяют, делают разную картографическую магию по сравнению с растром. Перемешивать слои, красиво их красить, анимировать объекты. В общем, много всего прикольного. Но есть нюансы. Смешной фидбэк, грустный, который мы получили. Это то, что мы делали, делали 3D-карту, а люди начали писать, что-то у вас карта стала плоская. В чем прикол? Когда вы смотрите на карту, которая объемная, объекты, которые находятся по центру, вы на них смотрите вертикально, как бы сверху вниз. Соответственно, вы не видите их грани, и у вас ощущение, что объекты слились с подложкой. Мы эту проблему осознаем. Сейчас над ней работаем. Дизайнеры думают, как нам поиграть с освещением или с перспективой. В общем, с этим что-то надо сделать. И вылезла на свет еще одна проблема. То, что когда вы работаете с растровой картой, у вас нет ожидания, что карта будет плавная. То есть все понятно. Тут один набор картинок, тут другой набор картинок. Раз, картинки поменялись. Все понятно. Все скачет, все прыгает, ничего не плавно. Когда мы работаем с векторной картой, люди уже ждут, что переходы все будут супер плавными. Соответственно, людей, например, раздражает. Вот на видео можно заметить, что при приближении карты надпись «Ильинка» куда-то ускакала. И на это люди жалуются, расстраиваются. И, в общем, нам предстоит проделать еще большую работу, поработать над консистентностью данных, чтобы данные не скакали, не прыгали, не исчезали, а очень плавно появлялись при увеличении зума. Это все, что я хотела рассказать. Спасибо за внимание. Жду вопросов. Итак, теперь тебе также предстоит очень сложная задача запомнить, какой же вопрос был лучшим. Начинаем. Вопросы. Да. Так. Пять секунд. У меня вопрос по активному использованию потоков и WebGL. Кто не проводил тестирование? Насколько это влияет на автономность устройств мобильных, например? Мы сейчас только-только начинаем… Ну, то есть у нас… Мы не запустились под мобильные. И, в общем, нам предстоит еще, правда, большая работа, потому чтобы это нормально работало на мобильниках. Вот. Сейчас мы пока не победили другие проблемы и не поизучали произведения. Performance first. Но вообще вот то, что мы предварительно видим… Например, мы сравниваем растровую карту и векторную карту, и по нашим ощущениям векторная карта работает круче, чем растровая. То есть быстрее, плавнее и так далее. И мы с нетерпением ждем от этого запуска. Спасибо. По автономности устройства боюсь чудес не бывает, и чем больше потоков и WebGL мы используем, тем меньше будет жить батарейка. Привет. А есть спецификации на эти протобуфы, которые прилетают в браузер? То есть можно ли сделать что-то с этими данными, проанализировать или отрендерить своими средствами? Сейчас мы не предоставляем публичное API, основанное на наших данных. То есть это внутренний формат, к сожалению, не open source. Поэтому ответ нет. Типа сейчас нельзя. Привет. Очень крутой доклад. Все давно ждут. Несколько вопросов. Как вы готовите тайлы? То есть если растровая, это готовый рисуночек, да? То есть это отдельные SVG-шки или это именно объекты рисуются как-то? То есть как вот тайлы эти готовятся? Как с проекцией карт разбираетесь? То есть если готовые тайлы, то понятно. И будет ли стилизация карт? Так, ну я так понимаю, вопрос про подготовку данных, он больше про вектор, правильно? Ну не про растр. Ну в общем, про это я немножко рассказывала. То есть как происходит на сервере? Все данные, там например для восьмого зума, превращаются в географические примитивы. И они разрезаются на квадраты по тайлам. То есть если мы запросим данные для одного тайла, то нам придет набор геометрий. И типа прям, если например взять, тоже мы пробовали, делали стенды, в шахматном порядке отрендерить карту, то здания будут разрезаны прям по границе тайла. То есть каждый тайл это вот набор геометрий. Вот, и мы их собственно на клиенте рендерим. По поводу кастомизации карты, если речь идет про внешний API, то это давняя боль. Очень много на это заказов. Вот, и мы очень хотели бы это сделать, но пока, к сожалению, такой фронт работ, руки не доходят. Но я надеюсь, что сделаем. Коллеги, еще вопросы? Хм, любопытно, кто поставил сюда этот стул и главное, зачем? Основной вопрос, чем вызвано ограничение в том, что векторный тайл работает только в хроме. Сейчас расскажу. В общем, когда мы начали разрабатываться, ну понятно, что все браузерные движки, они изначально, ну там сами по себе быстрее или медленнее. На самом деле самый огненный движок, знаете какой? Сафари. Сафари прям вообще молодцы. То есть у них все летает, очень классно. Вот, на втором месте хром, а на третьем месте файрфокс. И как бы когда мы только-только были на грани запуска, файрфокс тормозил ну так безбожно, что мы просто поняли, что ну как бы мы не потянем сейчас так разогнать движок, чтобы в файрфоксе это выглядело прилично. Вот, ну и как бы запустили для хромов. Сейчас вот уже файрфокс выглядит очень достойно, ну на мой субъективный вкус. Я надеюсь, что мы скоро разлочим файрфокс тоже. Плюс там еще есть нюансы с тем, что браузеры по-разному отправляют сообщение вот этого скролла мышкой. Соответственно, нам под каждый браузер приходится очень сильно заморачиваться, чтобы сделать плавный скролл. И большая часть работы, потому что, чтобы запустить файрфокс, это настроить скролл мышкой, там тачпадом, еще что-то. Вот, но мы это сделаем обязательно. Так, коллеги, у нас есть слот под последний вопрос. А работают ли векторные карты в мобильном приложении для андроид? Или нет? Все мобильные приложения по умолчанию работают с векторными картами. Но, тем не менее, в браузере хром, если с мобильного открывать, то карты работают гораздо быстрее, чем с мобильного приложения. Мобильное приложение очень тупит. Ну, их разрабатывают вообще две разные команды на двух разных стеках. И это спасибо, комплимент нашей команде, что вы смогли сделать. Вы молодцы. Аплодисменты спикеру. А теперь самый сложный вопрос. Кому мы будем дарить вот эту замечательную, наверное, алюминиевую штучку? Про запуск в хромах. Окей, еще раз аплодисменты. Спасибо. 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 Спасибо.